Почти 90% Первый этаж будет предназначен для реанимации, второй и третий этажи отведут под хирургическое отделение. Строительство полностью финансирует благотворительная организация из Катара. Население Бишкека растет с каждым годом, поэтому новое дополнительное здание – это необходимость, говорит директор больницы. Хирургический корпус будет. У нас в основном все отделения терапевтические, у нас не было до этого хирургического корпуса, поэтому сейчас строим. Сами знаете, сколько сейчас населения растет. Год за годом растет, поэтому сейчас клойка не хватает, поэтому сейчас мы надеемся, скоро мы открываем. Кроме того, в столице планируется строительство нового доп. корпуса для Национального центра охраны материнства и детства. По проекту он будет рассчитан на 350 койко-мест и будет располагаться на территории этого центра. Начало строительных работ запланировано на апрель текущего года. Там будет размещаться отделение, которых нет вообще в республике. Это дети с врожденной наследственной патологией, дети с ограниченным возможностями здоровья. Будем их диагностировать, лечить и реабилитировать. И расположение таких отделений в составе многопрофильной больницы – это выгодно, поскольку в одном месте они могут получать консультацию всех специалистов. Ряд медицинских объектов уже начали сдавать в эксплуатацию. Так, в январе этого года президент открыл новый перинатальный центр при Национальном центре охраны материнства и детства. Его построили в сотрудничестве с Германским банком развития. Перинатальный центр площадью в 4000 квадратных метров оснастили современным высокотехнологичным медоборудованием. На первом этаже приемное отделение с родильным залом. Там имеется 12 родильных залов индивидуальных отдельно. Там будет приниматься роды. В случае каких-то экстренных случаев, кровотечения, может быть, разрыв, что-то там, в таких случаях, там есть на первом этаже блок операционный для экстренной кирургской помощи. Всего в 2023 году было завершено строительство 92 медицинских объектов на общую сумму в 1 млрд 466 млн сомов. Эти объекты построены как за счет республиканских средств и местных бюджетов, так и за счет спонсоров. Среди крупных проектов – это центр общеврачебной практики в Баткенской области в селе Самаркандек. Средства на его строительство были выделены из фонда президента. Такой же центр за счет республиканских средств был построен в Учкоргонском районе. Также в Джалабадской области была сдана в эксплуатацию областная детская больница. На этот год запланировано три крупных объекта. Это больница в городе Харакол, республиканская детская больница в столице и городская больница Оша. Всего в текущем году в эксплуатацию будут сданы 66 медицинских учреждений, построенных за счет госпюджета и спонсоров. Также за счет республиканского бюджета запланирован капитальный ремонт 11 медобъектов. Сымах Мусаев, Чахшилар Исаков, ЛТР, Бишкек